Здравствуйте, дорогие подписчики канала Взрослые Дети. Сегодня мы занимаемся ремонтом батареи алюминиевой, биметаллической, которая потекла вчера. На улице зима нужно срочно менять одну секцию, которая потекла внутренней части. Не на стыках, а где-то внутри. Протечку мы еще не нашли. Путем разборки будет видно. У нас есть запасная батарея, с которой можно взять одну секцию для замены нашей потекшей. Что нам для этого будет нужно? Для этого нам нужен специальный ключ батарейный, который применяется для замены этих секций. Ключ газобаллонный, ключ разводной, напильник, смазка ВД-40 и набор прокладок. Межсекционные прокладки и торцевые прокладки. У нас все готово, мы приступим к работе. Сначала мы снимем нашу секцию для замены на новую. Обработываем ВД-40 внутреннюю гайку соединительную, так как батарея у нас уже не новая. Это нам облегчит откручивание этой секции. И немножечко подождем. Там уже забавишь, подметил паузу. Вот когда подождали, там взял переход. Берем ключ специальный для батарей. Замеряем расстояние до нашей соединительной муфты, которая находится между секциями и вводим ключ. В этом случае самое главное правильное направление откручивать эту секцию. Потому как, если смотреть с фронта батареи, с правой стороны у нас резьба правосторонняя на муфтах, с левой стороны левосторонняя. Если мы будем откручивать секцию с левой стороны, соответственно можно будет включить вправо. Если мы откручиваем секцию с правой стороны, нам нужно крутить влево. Зеркальное отображение. Главное это не перепутать. Наша секция снята. Она находится в хорошем состоянии, без видимых потеков. Она у меня стояла в комнате и пошла на запчасти. То есть она у нас исправна. Как мы видим, она подходит для нашей батареи и все взаимозаменяемы. Следующим этапом будет очистка мест прилегания секций от старой прокладки, так как некоторые специалисты этого не делают. Но в результате этого возможно протечка межсекционных швов, даже когда мы поставим новую прокладку, так как будут неровные у нас эти стыки. Берем для этого напильник плоский и легкими движениями зачищаем эти швы. Так, все готово. Значит мы видим, что стыки стали однородного, белого, цвета. Это говорит о том, что прокладка будет стоять плотно и межсекционных протечек не будет. Значит отлаживаем в сторону эту секцию нашу и приступаем к разборке нашей неисправной батареи снятия секции, которая дала течь. Для этого нам нужно снять торцевые заглушки. Значит применяем разводной ключ, раздвижной и откручиваем наши заглушки. Важно помнить, что при откручивании торцевых заглушек значит у нас с левой стороны батареи резьба левосторонняя, с правой стороны батареи резьба правосторонняя. То есть для того, чтобы нам открутить заглушку с левой стороны, нам нужно крутить в правую сторону. Приступим. По часовой стрелке мы откручиваем наши заглушки. Руку лучше убери, то она не видно будет. А с другой стороны камеры. Здесь также установлены прокладки, которые после снятия следует заменить на новую, во избежание повторной протечки. Также начинаем снимать нашу секцию батареи, которая у нас протекает. Берем ключ и аналогично снимаем эти секции. Также здесь отмеряем расстояние до соединительной муфты. И для того, чтобы открутить эту секцию, крутим по часовой стрелке. Значит мы разобрали батарею, теперь будем начинать сборку. Для сборки так же само мы очищаем «Перси». «Перси». Можно использовать солидол для смазывания наших соединительных муфт. Для смазки соединяющих муфт мы используем графитную смазку. Для легкости накручивания этих муфт на батарею и для дальнейшей легкости разборки. Если вдруг у нас будут проблемы с этими секциями, за счет этой графитной смазки у нас не будет такого плотного прикипания, какое случается при закручивании в сухую. Все равно часть этой смазки останется на резьбе. Если мы даже через несколько лет захотим снять эту часть нашей батареи, то она в этом месте осудится без проблем. Я считаю, что если бы делали такую же работу на заводе по производству батареи, то мы бы так долго не мучились с разбиранием секций. Закручиваем в батарею нашу муфту против часовой стрелки, так как здесь бауна здесь слева, а не с левой стороны батареи. Так же поступаем и со второй нашей соединительной муфтой. Не забываем, что резьба у нас с левой стороны левосторонняя. То есть для закручивания мы вращаем нашу муфту против часовой стрелки. Присоединяем часть, наживляем на муфты и начинаем затягивать плечом нашим батарейным. Также мы помним, что нужно крутить нампу против часовой стрелки в левую сторону для закручивания наших секций. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соединим наши секции. Приступаем к накручиванию наших торцевых заглушек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Закончился ремонт нашей батареи. Мы собрали ее качественно и быстро. Сейчас мы устанавливаем систему отопления и проверяем ее на давление. Как она будет у нас работать. Не будет ли там свечей. Это очень важно. Подтягиваем краны американок. Скрываем систему отопления. И как видим, здесь сухо. Сбрасываем воздух крана Маецкого из системы. Если она есть. Как видим, идет вода, значит воздух вышел. Батарея стала горячей. Так что вы посмотрели видео о том, как нужно ремонтировать биметаллические батареи. Подписывайтесь на наш канал. Будем вам рады. Пока.